Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Сегодня у нас 2 марта, время очередного правильного понедельника. Предлагаю работать по старой схеме, обозначим ключевые фундаментальные события прошлой торговой пятидневки, на что стоило обратить внимание, разберем детально по основным активам и основным событиям, плавно потом перейдем к ключевым фундаментальным и статистическим данным, которые запланированы на эту пятидневку, и, конечно же, в конце отвечу на вопросы, которые, может быть, у вас уже есть, либо появятся уже в ходе самого вебинара. Предлагаю тогда начинать, поскольку неделя действительно выдалась довольно-таки интересной, может быть, не такая интересная, как будет эта пятидневка, но все же было довольно много важных событий, которые, разумеется, нашли свое отражение в динамике основных активов рынка Фореса. Начнем традиционно с торговой сессии вторника, на которую у нас пришлось сразу несколько важных и интересных макроэкономических отчетов. Если вы внимательно следили за динамикой основных активов и, в частности, торговали евро-долларом, то, разумеется, могли заметить, как торговая пятидневка в прошлое была начата с вполне оправданного фундаментального давления для позиции главного валютного риска. И это давление было связано с публикацией макроэкономических данных по самой еврозоне. В частности, прежде всего, стоит отметить данные ОВП Германии, которые, в принципе, совпали с ожиданием, минус 0,7% против прогноза 0,7%. И данных по индексу потребительских цен, которые подтвердили снижение уровня афляционного давления, указав на то, что показатель находится теперь на уровне минус 0,6%, то есть это реальное продолжение пребывания в состоянии дефляции против прошлого отчета, который был обозначен на уровне минус 0,2%. Анализируя данные по инфляции, можно прийти к выводу, что целый комплекс мер экономического стимулирования, который запущен в рамках европейского мегарегулятора, так и не смог оправдать ожидания монетарных властей. Другими словами, еврозона по-прежнему испытывает серьезные трудности с падением потребительского спроса, отражая общую динамику дефляционных рисков. В результате евро просел до локального минимума на уровне 1,1287. Однако, опять же, забегая вперед, можно сказать, что в целом потери недели были еще более определяющими. Ближе к вечеру вторника, правда, стоит отметить также и локальный всплеск интереса в отношении главного валютного риска, который позволил евро-доллару закрыть торговую сессию вторника в незначительном, символичном, но все-таки при росте в районе 1,13-1,40. После рассмотрения предложения Греции по списку экономических реформ, министры финансов еврозоны, Европейской комиссии и Международного валютного фонда одобрили запрос Греции на продление программы поддержки. Разумеется, это в какой-то мере сняло локальный политический негатив, поскольку мы получили действительное свидетельство того, что компромисс достигнут, а значит, вслед за окончание программы финансовой поддержки стимулирования, которая закончила свое действие 28 февраля, у Греции появилась возможность рассчитывать на продление программы этой финансовой помощи. Ссылка, конечно же, мы на 6 месяцев пока не хотели, но 4 месяца это также достаточный период времени для того, чтобы реально все переоценить, все проанализировать, заново взвесить и прийти, может быть, к более основополагающим компромиссным решениям с тройкой международных коридор. В любом случае, Греция время выиграла, Греция сняла фактор локального негатива через политическую неопределенность и позволила, разумеется, европейской валюте главному риску дисконтировать это в собственной стоимости через улучшение, разумеется, стоимости против основного конкурента американского доллара. Ростом также в начале недели отметилась и британская валюта. Фактором поддержки для пункта выступили заявления руководителя Банка Англии Карни о наличии необходимых инструментов для разгона уровня инфекционного давления. Напомню, что в рамках Банка Англии в качестве целевого диапазона для индекса потребительских цен установлено значение в 2%. Этот уровень характерен и для других развитых рынков. Если посмотреть на текущее состояние индекса потребительских цен и на текущий уровень инфекционного давления, становится очевидно, что подобные заявления со стороны Банка Англии весьма преждевременные, потому что мы видим продолжающее снижение индекса потребительских цен и инфекционного давления. И, честно говоря, я даже и представить себе не могу, какими же мерами, скажем, и каким же инструментарием, со слов Карни, есть возможность загнать данный показатель до целевого ориентира в столь короткие сроки, которые были обозначены руководством монетарным, руководством Англии. Думаю, что подобные заявления, они носили характер спекулятивной атаки. Разумеется, они не имели каких-либо серьезных оснований, по крайней мере, после того, как подобные сообщения появились на рынке, конкретики до сих пор так и не последовало. Может быть, есть какие-то инструменты. Тем не менее, их объективность под очень большим вопросом, учитывая то, что многие мега-регуляторы, яркий пример, Европейская Центральная Банка сделают все возможное, запустил беспроцедневные меры экономического стимулирования для того, чтобы через рост баланса Центрального Банка увеличить объем денежной массы и поспособствовать разгону лиц от потребительских цен. И, опять же, глядя на показатель прошлой недели, даже этих мер беспроцедневных экономического стимулирования оказываются недостаточными для того, чтобы поднять уровень инфекционного давления к соответствующим значениям. Банк Англии намеревается какими-то дополнительными действиями, все-таки достигнут этого показателя в самое ближайшее время. Стоит отметить, что улучшению позиций рисковых активов способствовало также и выступлению руководителя американского мегарегулятора Джанет Елен перед Банковским комитетом Сената. Елен отметила, что ФРС вряд ли повысит процентные ставки до середины года, так как инфляция и рост зарплаты остаются слишком низкими. Также она повторила, что ФРС по-прежнему весьма осторожна с подобного рода решениями и повышение ставок мало, вероятно, по крайней мере, на предстоящих нескольких заседаниях Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках. Политика ФРС адаптивна, об этом мы слышали уже много раз, они следят за общей экономической ситуацией в мире и, естественно, допускают возможность того, что укушение темпов экономического роста в целой мировой экономике может сказаться негативным образом в темпах экономического роста американской экономики. В этом плане, прежде чем будет принято столь важное решение, как повышение процентных ставок, будут, конечно же, взвешены все риски и определены все за и против, прежде чем, скажем, найден общий компромисс и базис подобного рода решительности. В любом случае, после того, как ЕЛИ представила очередную оценку своих ожиданий о возможной решительности монетарных властей, то есть собственной решительности, инвесторы не дождались жестких комментариев, на которые они, честно признаться, настраивались очень сильно. Поэтому локальный интерес к доллару был потерян, что вылилось в середине недели коррекция пары доллара-японской иены к уровню 118.96. На самом деле, локальное снижение для весьма консервативной пары было существенным, потому что пара спустилась, по сути, с уровня 119.70 до такой отметки, то есть около 100 пунктов. Как показало окончание недели, те, кто делал позиционную ставку на все-таки рост доллара, даже невзирая на локальные и не совсем обоснованные комментарии со стороны руководства ФРС, оказались правы, потому что на смену словесной риторики пришли факты в виде статистики, которые в очередной раз обозначили вероятность возможного повышения процентной ставки, потому что ряд секторов американской экономики продемонстрировали очевидный сигнал к улучшению и подтвердили это через статистические факты. Также стоит отметить, что в среду вышли данные по инус угловой технической промышленной в секторе Китая по версии HSBS, которая выросла до 4-месячного максимума, 50.51, это выше, конечно же, уровня 50, который, как вы знаете, отделяет рост от снижения. Напомню, что рост экономики Китая за счет охлаждения рынка недвижимости, за счет тока капитала, за счет замедления инвестиций составил в 2014 году 74%. Это самый худший показатель за последние два года. Если в целом оценить еще и прогнозы, в частности, также в среду СНП обозначила свой прогноз по темпу экономического роста Поднебесной, отметив то, что в этом году их ожидает продолжение сокращения до 7%, в 2016 году показатель может по темпу экономического расширения оказаться в районе 6,6%. Это несколько расходится с теми комментариями, которые мы услышали от Саудовской Аравии. Конечно же, понятно, что страна не имеет к этому никакого отношения, но Саудовская Аравия делала комментарии относительно возможного восстановления китайской экономики с точки зрения, скажем, региона мировой экономики, которая за счет улучшения темпов экономического роста может сказаться на объемах потребления нефти, а значит фундаментально поспособствовать выравниванию спроса и предложения и более-менее позитивной динамики на рынке энергоресурсов. Поэтому ставка со стороны Саудовской Аравии, которые в среду тряханули нефтяной рынок комментариями того, что спрос увеличивается, позволили бренду оказаться выше 62 долларов за баррель. В принципе, если посмотреть на текущее назначение, бренда продолжает торговаться рядом с этой отметкой и сейчас. Саудовская Аравия делает ставку на увеличение спроса, что позволит выровнять пропорции спроса и предложения мировой экономики и снизить актуальность или, по крайней мере, контраст такого понятия, как избыточность предложений на рынке энергоресурсов. Если мировая экономика будет восстанавливаться, если мещевые потребители и энергосырья будут нуждаться в больших объемах пулеводородов, значит, это действительно может быть фундаментальным фактором для роста нефти. Но, опять же, мы с вами получили более объективные данные в виде конкретных факторов и цифр со стороны СНП, в виде углоденства, которые не видят основания для роста экономики Китая. И, честно говоря, учитывая то, что на этих выходных Банк Китая снизил процентную ставку, указав на реальную актуальность проблем в финансовом секторе, это указывает на то, что пока надеяться на стабилизацию ситуации и достижение прежних темпов экономического роста не стоит. Более того, даже сказать, что логичнее делать ставку еще на локальную слабость и соответствующее снижение темпов экономического роста, в принципе, о чем и рассказали в СНП. Поэтому, если нефть так активно отреагировала на слова Санкт-Петербурга, только потому, что они ожидают соответствующего роста спроса со стороны Китая, я думаю, что не стоит делать значительную ставку на подобный фундаментальный фон, потому что у нас больше факторов, указывающих на то, что экономика Китая будет снижаться по темпам экономического роста. А значит, дополнительный анализ общего фундаментального фона тех факторов, которые толкают позиции нефти вверх, все-таки расставит все точки нады и поспособствует формирование, к сожалению, либо, к счастью, не знаю, в какой позиции находится кто-либо из вас, но формирование негативных ожиданий и ориентиров по бренду. Поэтому, думаю, что в ближайшее время нефть, как ни крути, но окажется в мире 60 долларов за парень, и, соответственно, если объяснить возможное поведение еще и российской воюты в связи с соответствующей динамикой черного золота, рублю также придется протесниться и уступить несколько десятков пунктов, может быть, даже сотен пунктов основному конкуренту из Америки. Поэтому, если ждем по нефти ниже 60 долларов, думаю, что пара доллар-рубль получит достаточно основания локального фактора и характера, включая трагические события с гибелью Бориса Немцова. Поэтому можно отметить, что в целом есть совокупность факторов, которые будут толкать пара доллар-рубль к прежним, высоким и для кого-то абсолютно неприемлемым уровнем в районе 64-65, а может быть, даже и еще выше против американского доллара. В четверг традиционно вышло много статистики. Сильную поддержку получила американская валюта, поспособствует тому данные по инфляции и заказам на товары длительного пользования в США, которые оказались сильнее, чем ожидалось. Разумеется, хорошая статистика явно указывает на то, что экономика продолжает привлекляться, и в целом это отодвигает на второй, третий план жесткий комментарий со стороны ФРС, со стороны монетарных властей Соединенных Штатов Америки относительно того, что нет объективных оснований, надеяться на повышение процентной ставки в июне 2015 год. Хорошая статистика, которую мы анализировали на прошлой неделе и надеюсь, что сможем проанализировать еще в рамках этой потепневки, выступает фактором того, что на доллар стоит поглядывать с точки зрения занятий длинных позиций и стоит по-прежнему рассматривать в качестве возможных сроков повышения ставки тот самый июль, на который мы ориентируемся уже довольно-таки давно. Чуть о расширении на прошлой неделе данные по заявкам на пособия по безработице, в частности число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 313 тысяч, при прогнозах роста до 290 тысяч. Но опять же, в преддверии Non-Farm Perils статистика была практически полностью проигнорирована, ведь на этой неделе нас ждут куда более емкие фундаментальные отчеты, анализирующие данный сектор, и зачем распыляться на мелочь, когда можно будет посмотреть на реальное отражение не менее реального положения дел в экономике в целом по состоянию рынка труда. В результате, получив хорошие данные все-таки по эмпуляции, хорошие данные по заказам товарообразительного пользования, которые в целом указывают на общее состояние промышленного сектора и добавляют соответствующего оптимизма либо негатива в зависимости от фактических цифр к будущим показателям по темпу экономического роста, у пары доллар-японская иена, на которую обращаем сейчас весьма пристальное внимание, появилось достаточное фундаментальное основание для роста, которое составило около 60 пунктов, и это только по итогам четверга. Поэтому пара снова оказалась в районе 119,50. Если посмотреть на те отметки, где торгуется актив сейчас, то, в принципе, до тестирования уровня 120 остается совсем немножко пунктов, и этот рубеж может пасть уже в самое ближайшее время. Рисковые активы на фоне, разумеется, сильной и сильной многоэкономической статистики из США оказались под прессом, в числе аутсайдеров европейская валюта. Правда, помимо укрепления доллара и хороших данных из США, здесь был еще и национальный негатив, который, может быть, оказался даже более превалирующим в определении динамики пары евро. Греция попросила в конце прошлой недели у кориторов, разумеется, ЕЦБ, Еврокомиссии и Международного Эпионта 2 миллиарда евро для предотвращения дефолта. Стоит отметить, что за последние полтора месяца из греческого банковского сектора было выгодно около 15 миллиардов евро. Поэтому, в целом, учитывая то, что программа финансовая поддержка закончила свое действие 28 февраля, в Греции предвосхищали, предчувствовали и предопределяли этот момент и, опасаясь остаться без необходимой ликвидности, необходимой действительно на фоне тех экономических рисков, которые характерны для банковского сектора Греции, они решили так сработать на опережение и попросить дополнительную поддержку у кориторов. В целом, почему европейская валюта отреагировала столь негативным образом, здесь, я думаю, что всем все понятно. Призывы со стороны Греции еще раз показали, насколько Греция зависима от финансовой поддержки и, по сути, единственное, что отделяет европейское государство от возможного технического, а потом уже полноценного дефолта, это как раз вот эти финансовые потоки, тоненькие связи экономической ликвидности, которые идут со стороны более темкой, скажем, кредитной аудитории валютного блока. Это ЕЦБ, Международного валютного фонда и Европейской комиссии. Разумеется, поскольку политический момент, то есть политический кризис, который стал кризисом полноценным европейского характера, это спровоцировало слабость для главного валютного риска и, в принципе, нашло свое отражение в динамике евро-доллара. Поэтому европейская валюта очень стремительно просела и оказалась ниже уровня 1.12. В принципе, недалеко от этого рубежа и состоялось закрытие в прошлых 5 дней. В пятницу внимание инвесторов уже было приковано годовым данным о ВВП. Как стало известно, экономика США счет на квартале выросла на 2,2% против прогноза 2,1%. И заключительным аккордом прошлой пятидневки послужили данные от Минчиганского университета. По факту мы увидели снова очень хорошую статистику. Если прошлый показатель у нас был чуть ли не 11-летний максимум, то сейчас статистика лишь чуть оказалась хуже прошлого показателя, но все равно выше уровня 95%. Поэтому это такой же позитив, как и хорошие данные по ВВП. Поэтому хорошая статистика сначала, да и практически всю прошлую неделю мы наблюдали публикацию очень сильных макроэкономических данных по американской экономике. Это вопреки заявлениям и комментариям со стороны ФРС о том, что экономика вынуждена оставаться адаптивной и вынуждена дожидаться дополнительных сигналов о стабильности экономического восстановления и силе экономического восстановления в целом. Я думаю, что эта сила ни у кого не вызывает сомнений. И последние отчеты вынуждены, или по крайней мере имеют все основания для того, чтобы разметить все эти сомнения и в рамках монетарного руководства в Соединенных Штатах Америки. Поэтому в целом такой бычий интерес к доллару на фоне сильных макроэкономических данных позволил паре японской иены с офицей выше уровня 119.50, а вот евро доллар на фоне опять же укрепления позиции американской валюты был вынужден смириться с тем, что сейчас ему готова на европейской валюте уготована, скорее всего, коррекционное будущее, вынужден был смириться с тем рубежом, на котором находился в пятницу и в принципе там же и закрыл все 5 дней. В этом примерно 1.11.82. И сейчас ситуация особенно-то и не изменилась. Теперь переходим к основным фундаментальным событиям этой недели. Завтра у нас обещает отметиться Зеленый банк Австралии традиционно утренний отчет. И в этот раз к этому отчету будет приковано больше внимания. Почему? Потому что в этот раз ожидается снижение процентной ставки на минимум 25-20 пунктов. Сейчас актуальная ставка 2.25. Теснее решение будет принято. Решение как меры экономического стимулирования для улучшения показателей экономического роста. Это станет причиной коррекции австралийца против всех основных инструментов и всех основных конкурентов. Что касается цели, то на фоне, конечно же, новых мер экономического смягчения, я думаю, что австралиец доллар, пара, имеет все основания, как мы повторяем на наших гражданинных брифингах, для того, чтобы устремиться и двигаться в течение 0.75. В среду данные по ВВП Австралии, по еврозоне, хроничные продажи, по США, изменение числа занятых от ADP, и мы сделали активность в производственном секторе, и по Канаде решение по процентной ставке. Сначала будем следить за, конечно же, статистикой по ADP, потому что ADP это показатель, который предосвещает данные по ноль фарам Пэнелс, и традиционно, анализируя ADP и глядя, какая статистика выходит, можно делать ставки на возможный рост, прирост, сокращение числа новых рабочих мест вне связи с хозяйственным сектором уже по итогам мячных ноль фарм. Поэтому сначала в 16.15 будем следить за статистикой по штатам, потом плавно переключимся на решение Банка Канады по процентной ставке. Почему переключимся на этот отчет? Потому что, так же, как и ситуация с австралийцем, есть основания полагать, что на фоне серьезных рисков, с которыми столкнулась канадская экономика подключения и снижения целей на нефть, они также нуждаются в дополнительном стимулировании экономической активности и, скажем вам, перезагрузке банковского сектора через смещение экономических условий и роста основы и фундамента для процесса паритования. По банку Канады также ожидается снижение процентной ставки и поэтому канадский доллар в рамках этой пятидневки помимо доллара, помимо евро и австралийца будет четвертым активом, на который обязательно стоит обратить внимание. Поскольку мы ожидаем снижение процентной ставки, это слабость для канадского доллара и, соответственно, очень хороший сигнал для роста для его основного конкурирующего актива, то есть доллара. Рекомендую обратить внимание на пару USD и сделать ставку на возможное усиление этого актива в связи с вероятным снижением процентной ставки. В четверг также отчетов будет более чем предостаточно. Решение Банка Англии по процентной ставке, решение ЕЦБ по процентной ставке, число первичных заявок на пособие по безработице и самый важный отчет после того, как мы, скажем, проанализируем весь этот макроэкономический фонд, это пресс-конференция руководителя ЕЦБ Марио Драк, который, разумеется, снова коснется темы рисков дефляции, по-прежнему весьма актуальной для валютного блока. Обратите внимание на то, что последних мер экономического стимулирования сейчас явно недостаточно для того, чтобы разогнать индекс потребительских цен и, может быть, намекнет на дальнейший сценарий поведения Европейского Центрального Банка, то есть монетарных властей, для того, чтобы улучшить экономическую ситуацию в целом. Поскольку здесь, опять же, между строк того, что я сказал, можно было проследить намеки на экономическое смягчение, поэтому фундаментально евро может оказаться одним из главных аутсайдеров этой пяти дней. Поэтому локально рекомендую делать ставку на коррекцию европейской валюты против всех основных конкурентов. И в пятницу самый важный отчет недели – это количество новых рабочих мест в связи с хозяйственным сектором в США. В 16.30 этот отчет будет публикован. После EDP у нас будут основания, надеяться на какие-то объективные и фактические цифры. Но в целом ожидаем хорошей статистики, тем более, что последние много экономических отчетов показывают о том, что промышленный сектор явно чувствует себя очень неплохо, а значит, имеет все основания для того, чтобы создавать новые рабочие места, то почему бы не сделать предоставку на хороший отчет по НОП на этой неделе и в эту пятницу. Наши ожидания – хорошая статистика и соответствующий рост доллар. Поэтому на фоне того, что я сказал, сейчас рекомендую ознакомиться с основными целями и ценовыми ожиданиями по ключевым валютным активам. Евро-доллары – это коррекция в районе 1.11, австралийц – доллар 0.77. Доллар японская иена на фоне ожидаемого роста доллара может уйти выше 120 и может быть добраться даже до мощного сопротивления в 121. И фунт, так же, как и другие рисковые активы, ожидание коррекции в районе 1.53. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание, хорошие вам торговые пятидневки, прибыльных сделок. Уже проанализируем эту мощную фундаментальную плану неделю в следующий понедельник. Всего доброго, до свидания.